Добрый вечер, дорогие партнеры! Сейчас я отправляю всем приглашение на свой эфир. Приглашение отправить очень легко, там самолетик нажмите и отправьте. Добрый вечер! Итак, давайте я начну, ждать никого не будем, время самый ценный ресурс. Как меня видно, как меня слышно? Давайте проверим связь, поставьте плюсики, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Добрый вечер! Итак, дорогие друзья, всех рада приветствовать! Меня зовут Аманчи Вайнур Байганаевна. Я являюсь топ-лидером и золотым менеджером компании Мэрин Хиллс Групп. Сегодня у меня очень важный, очень ответственный эфир. Я прямо аж прям нервничаю немножко, да? Почему? Потому что у меня в гостях молодой, перспективный, харизматичный, активный топ-лидер нашей компании, достигший статуса директора за пять месяцев и заработавший более семнадцати миллионов тенге. И просто обаятельный, сильный мужчина Сагиндыков Олжас Асанович. Вот сейчас я пригласила его в гости. Давайте сейчас запрос. Так, и наша тема – мужской бизнес. Олжас Морза. Добрый вечер, Олжас Морза. Рады вас встретить у себя на эфире. Как дела? Как ваше настроение? Как началось ваше лето? Где вы сейчас? Я сейчас. В какой точке мира? В Алмате. Да. Расскажите, как у вас там в Алмате? В Алмате люди оживляются после того, как города открыли, область открыли. В офисе народу всё больше и больше с каждым днём. Люди приходят даже. В город Алматы приехали две молодые перспективные девушки, которые подписались в компанию «Марина Хиллз» в городе Козларды. Оттуда вы приехали в город Алматы на обучение личностного роста, узнать о компании, узнать офис, где находится. Ну, получить в основном знания, и чтобы эти знания повышали их доходы. И я с ними сегодня первый день обучения проводил. И не только приехали люди с Козлардой. Люди, ещё молодая девушка приехала с города Кукшетал. Оказывается, до карантина она тоже хочет в компании «Марина Хиллз» преуспеть. Тоже получает обучение. Первые шаги сделала, первые контракты у неё пошли. Она очень активная. Я вот буквально недавно домой пришёл, час назад, пока привёл себя в порядок, поужинал. И вот, как говорится, с корабля на бал. Да-да-да. Ну, мы работаем 24 на 7. Всем, вот смотрите, Ужас Мирза, вы за 5 месяцев достигли статуса директора. Это же вообще крутой, крутой реально результат. И действительно, у вас, я бы тоже, например, хотела у вас поучиться. Но ничего страшного, это мы, наверное, нагоним, да. И вообще, я хотела бы узнать вашу историю успеха. То есть, я знаю вашу историю успеха. Мы с вами познакомились в Бишкеке. И вы, когда рассказывали, я была до такой степени под впечатлением, как будто прям сериал посмотрел. Я знаю, что вы прошли огонь, воду и медные трубы, да. И, кстати, я вот конкретно вас пиарила в нашем отроцком офисе. Наверное, все про вас знают. Мы с Анной Адамовной постоянно про вас рассказывали. Расскажите теперь вот нашим зрителям, нашим партнёрам свою историю успеха. И что вообще для вас успех? Вообще, успех, если так в корень разобраться, это успеть, да? Да. Мне это когда-то ещё, я вот только-только начинал в индустрии MLM, мне один еврей сказал, ужасный успех от слова «успеть». Если ты успеешь на гребне волны подключиться в нужное время, в нужном месте, в MLM-компанию, ты достигнешь очень хороших результатов. Если, естественно, будешь прикладывать руку и сердце, любовь, теплоту и, самое главное, отношения со своей командой, отношения со своими личниками, ты будешь расти в компании, вверх будешь идти по карьерной лестнице. Моя история успеха заключается, когда я пришёл в Marina Hills, меня приглашали, наверное, месяц, может быть, даже чуть больше месяца, да? Каждый день звонили, я уже, допустим, мне позвонили в воскресенье, я говорю, я не буду работать, мне неинтересно это. И в этот момент, получается, человек как-то вот грамотно подключал свои скрипты вопросов, давай, говорит, ладно, если не хочешь работать, хотя бы приди, послушай, сейчас время, век информации, информация очень быстро-быстро распространяется в связи с IT-технологиями, и договаривались с понедельника, допустим, либо с воскресенья на понедельник, в понедельник не приходил, потом мне вечером в понедельник звонили, я говорил, мне давали выбор без выбора, во вторник, либо в среду, я говорил в среду, чтобы оттягивать встречу, чтобы человек от меня отстал, я в среду не приходил. Как обычно. Да, потом, получается, звонили мне в четверг, что не пришел, по какой причине не пришел, в среду, я говорил, ну, возникли форс-мажор, из-за этого не приходило. И вот так, с четверга на пятницу, либо на субботу, я, естественно, выбирал субботу, субботу не смог, в воскресенье мне опять, и вот так, с недели на неделю повторялось, повторялось. Я уже в конце уже месяца, когда мне звонил человек, мой спонсор, я уже думал, блин, вот он настойчивый, а! Вот настойчивый, блин! Короче, у вас закончились отмазки, да? И потом вы пошли на встречу. Отмазки я уже, когда мне человек звонил, я уже, блин, в черный список реально хотел человека добавить, потом даже на смс-ки не отвечал, на ватсап не отвечал, трубку не поднимал, да? Ах, вы такой! Потом думал, ладно, хорошо, пойду, но откажу, пойду, послушаю радиоуважения, и уже человек мне больше месяца звонит. И вот таким образом я, когда пришел, мне давали информацию, я послушал бизнес-план, я был в шоке, как будто попал в сказочный именно бизнес-план. Как это так? Вот можно бизнес начать из тысячи, из пяти тысяч, либо три тысячи, либо тысячи, либо шестьсот, либо там четыреста пятьдесят, четыреста, двести, триста, потом самое минимальное, я думал, сто для студентов, пенсионеров, это, в принципе, по карману, да? Ну, где же три-четыре дня я ходил в офис, наблюдал, слушал, подводные камни искал, да? Думал, есть в этом проекте подводные камни или нету. Я не нашел, ни один подводный камень я не нашел, потом мне уже пришлось сказать, да, хотя я уже после первой встречи уже знал, что я буду в этой кампании участником и лидером кампании, конечно, в глубине душе. Я очень хотел, но в то же время, как говорится, у людей есть два мнения, получится, не получится, да? У меня тоже точно такое же мнение было. А если мне не получится, а если получится, что будет? То есть у вас были страхи, как обычно? Да, как обычно. Я обычный, как и многие... А кто ваш спонсор? Кто ваш спонсор, прямой спонсор? Мне вообще повезло со спонсорами. Жадра, Бота, Кадрубалабаевна, Индира, и все, в общем, ханум, да, можно так сказать. Ханумдар, да. И у меня были руки длинные. Допустим, у меня были партнеры в Астане. Если вышестоящий, какой спонсор, допустим, был в Астане, я отправлял к Кадрубалабаевну. Если в Таразе, я отправлял к Индире, ханум. Если в Алма-Ате, я всегда эксплуатировал спонсор. Но один момент я понимал, что спонсора нужно эксплуатировать налево и направо, как... Ну, не буду углубляться. И где-то 3,5-4 месяца можно грубо округлить. У меня не получалось в компании «Марина Хиллс» преуспеть. И тогда я себе говорил, да, ужас, на словах ты герой, а на деле не очень. Лев Толстой. Лев Толстой. Лев Толстой. Результативный молодой человек. Но прежде чем начать в компании «Марина Хиллс», у меня в кармане не было ни копейки, ни на проезд, ни на обед, на свои нужды. Да. Но я видел бизнес-план, и мне вышестоящие спонсоры говорили, если хочешь, никакие препятствия, ни проблемы, ты деньги найдешь. Я где-то, наверное, двое суток звонил, обзванивал своим знакомым, друзьям, родственникам, да, никто мне не давал. И единственное, у меня два варианта было, да, два. Это первый вариант. Мама. Как обычно мама. Да, если мама не даст, такое было возможно, я уже подумывал свой Samsung Galaxy S8 пойти в ломбард, либо сдать, либо продать, и подключиться к бизнес-системе за 200 долларов, да. Ну, там разницу, там купить себе другой телефон, смартфон. Но маме позвонил, мама мне сказала, «Эх, хой май, декеснулся с сетевой мен». И трубку бросила, да. Мне так было больно. Просто когда-то мне мама показала путь, дорогу в эту индустрию MLM, я ей очень благодарен. Ну, а даже, как интересно, мама вас пригласила, значит, в MLM, да? Да, меня вообще первую компанию пригласила мама. Если я буду рассказывать историю успеха, это будет очень интересно вообще. Рассказывайте, рассказывайте, мы же для этого собрались. Когда я начинал в первой компании работать, эта компания уже существовала больше 10 лет, можно так сказать, да? Я название не буду говорить этой компании. И я там, когда работал, у меня дома три брата. Я самый младший. И каждый брат, ещё и папа есть в придачу, да? И каждый из мужской силы, да? Проявлял мужскую силу. Ну, не плане там сильно бить, да? А вот так, чуть-чуть по плечу, по уху, по голове так шлёпнет, да? И что-то ты ерундой занимаешься. Ещё и тут папа ругался сильно, да? И мне, в общем-то, пришлось от MLM индустрии отказаться. Ну, я тогда был студентом, учился и так далее, да? Ну, работал по найму, работал в производстве, работал в других сферах, прямых продажах. Ну, лучшая индустрия MLM, я всё-таки понимал, что это очень сильная сфера на сегодняшний день, в 21 веке. И я попытался в своё счастье, поехав в Алматы. Поехал, различными прямыми продажами занимался, да? В то же время параллельно я пробовал, где есть такие компании, гигантские компании, стать клиентом и набирать клиентов. Это тоже у меня как-то неудачно шло, так скажем, да? И как-то вот меня пригласили в компанию Marina Hills. Маме позвонил, мама отказала, через час перезвонила, сказала, «Балам, ты видишь себя в этом проекте? Тебе нравится этот проект? Ты мне деньги вернёшь, которые я тебе дам?» Я говорю, ну, конечно, проблем нету. Она говорит, у меня пенсия через 2 недели, там, 15 дней, плюс-минус. Я говорю, мама, я столько дней, не могу ждать столько времени. А вы попросили 200 долларов, да? Я попросил обязательно 80 625 тенге. И мне мама сказала, «Балам, у меня сейчас нету таких денег, но я подумаю и тебе перезвоню». Через час перезвонила и сказала, «Завтра утром я тебе с 9 до 10 скажу ответ, есть деньги или нету». Мне было очень интересно, откуда ваша мама может деньги достать, если дома денег не было, да? Хотя пенсия там нормальная у родителей, да? И, получается, позвонила мама утром. Я практически ночью плохо спал, где-то, наверное, 3-4 часа. Вот молился, думаю, вот, хоть бы мне помог бы мама. Если мама не поможет, то придётся телефон продать, да? И вот, получается, я дождался, мама звонит и говорит, «Всё ужас, деньги куда высылать?» Я думаю, о-о-о, хорошо. У меня аж мурашки пошли бы. Да, да, да. «Куда вы деньги достали?» Она говорит, «Я, говорит, пошла, говорит, семейные религии, прабабушкины, бабушкины, золото, говорит, пошла, говорит, сдала в ломбард». Ну, там первое время без процентов было, а потом проценты тикали, да? Шли. В этом вся и материнская любовь, согласитесь? Да, а я... Аман Голстон. Я... Потом мама мне сказала, «Волжас, ничего не знаю, но ты мне должен поставить деньги в течение, там, месяца-двух». Ой, как я шевелился, как я людей в офис много приглашал, но у меня не получалось где-то 3-4 месяца больших результатов, больших чеков компании «Марина Хелс Достич». По моей причине. По причине того, что я не был обучаемый, по причине того, что я никого не слушал из соучредителей, из вышестоящих спонсоров, да? Либо спонсоров, как правильно. Неважно. Неважно, да. И где-то через 3 месяца я уже начал ломаться. Уже думал, уже всё, наверное, это не для меня, это не моё. У меня не получится. Но параллельно я всегда внутри боролся, там, как говорят, да, в шутях, чёрная собака и белая собака. Чёрная собака говорит, у тебя не получится, белая собака говорит, ужас, у тебя всё получится, если ты будешь только действовать, и обучаться, обучаться, и анализ делать, да? И получается, я кормил белую собаку побольше и всё-таки переборол чёрную собаку. И у меня взрыв пошёл, когда 28 марта 2019 года я был ин сервис. Это как охрана, да? Да, да, да. Сопровождение, сопровождение, да? Сопровождение лидеров, сопровождение соучредителей, сопровождение Армана Айдосовича Тасканбаева, да? И я стоял с утра до вечера возле сцены, и тогда на сцене выходили люди, они получали поздравления, были такие люди, которые не могли связать даже несколько слов на русском языке, и тогда они закрывали квалификацию серебро и выше. Я тогда сам себе сказал, ну ёлки, если такие люди делают этот бизнес, не зная русского языка, я же намного лучше знаю русский язык, чем они. Надо собраться и делать только вперёд, да? И вот после, не зря говорят, в индустрии МЛМ нужно посещать большие мероприятия, городские презентации, конференции городские, да? Там, тимбилдинг, любое мероприятие, которое организовывают вышестоящие, аплайн, спонсоры, да? Либо компания, мероприятия. На этих мероприятиях люди просыпаются, и ваш товарооборот утраивается там в два раза, в три раза. Ваша команда, как после дождя, начинается расти, да? И после того, как я на этой конференции, кстати, я потерял своё портмоне, там были документы, удостоверения, банковские карты, потом небольшая сумма энных денег, да? На проезд, на пропитание и так далее, да? И то, очень-очень мизер было. Сейчас, если я буду говорить свой чек, и если назад вернусь, я сам себя буду ругать, да? И получается, я потерял все документы, а у меня прописка в городе Тарас, чтобы восстановить это нужно было время. Тут ещё, и мне ещё звонит кредит, Каспи Банк, коллекторская компания, которая до этого я начал заниматься традиционным бизнесом с родственником, да? И бизнес не пошёл, я кредит задолжал, в общем, там небольшая сумма, но миллион тенге выросло до миллиона, трехсот тысяч, пока я вырос в компании Марина Феллс. И я один момент могу сказать, да? Когда я боролся белая собака и чёрная собака, я всегда крутил, как режиссёр, в голове, что я буду на сцене выступать, что я буду людей мотивировать, у меня будет команда, я буду обучать личностному росту и как выступать в индустрии MLM на сцене, бороться со самим собой, да? И так далее. И когда я вот это всё прокручивал, и в то же время я делал параллельные вещи, я помогал параллельной структуре в городе Алматы, я учился на чужих людей, тренировал свою мышечную массу языка, я помогал на сколько процентов выкладывался, да? Мышечная масса языка. Свою лезвие можно оттачивал, да? И оттачивал до такой степени, что я сам не заметил, как я начал хорошо бизнес-план рассказывать, хорошо о компании, промоушен давал, параллельной структуре, промоушен компании, промоушен продукту, да? И после этого, как я уже был готов к команде, у меня началась появляться команда. Там подключился полковник, подключился военный врач, подключился другие люди, банковские сотрудники, да? И команда начала расти. Но большой взрыв у меня произошел благодаря северному региону. Но до этого, когда у меня были мелкие, ну не мелкие, а первые контракты на 200 долларов, на 400, на 300 долларов, да? На 100 долларов. И тогда я эти доходы, которые получал, реферальный бонус, бинарный бонус, я выезжал в ближайшие города. Это Капчега, это Талдыкурган, это Каскелен, это Чымкент, это Кызларда. Но ни в одном из этих городов у меня не выстрелил, не выстрелил личный приглашенный мой, там, допустим, знакомый, теплый контакт, либо родственники, да? Ну не получилось у меня там сделать. Но когда я поехал в первый регион, где у меня получилось, это Тарас. Ваш родной город. Мой родной город. Там я, естественно, поначалу получал отказ. Нет, 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 нет. И тут у меня есть, можно сказать, Кындексище, да? По-казахски. Крестная мать. Можно и так сказать, да. Я к ней домой пошел, вечером позвонил. Она меня не хотела спускать. Либо у нее гости были, что-то вот такое там. Думала, вот он же сейчас опять начнет мне говорить. Лапшу на уши вешать, да? Простым языком говоря, да? И получается, я договорился, но человек отказал на этот день встретиться, но перенес на следующий день. Следующий день я пошел домой, офиса нету. Ваша дубликация, заметили, да? Вы же тоже отшивались. Да-да-да-да. Невидимая дубликация. И получается, пошел домой, в гости, и рассказал бизнес-план. И тут человек в 100 раз подключился на 600 долларов в три места. Круто. Золотой треугольник. Золотой? Нет. Первое место 600, потом 100 и 100. 800 долларов. Я сразу же стал, можно сказать, менеджером, да? Да-да-да. У меня тут же деньги капают, капают, и опа-на! Вообще, как классно, да? И выводил деньги на банковскую карточку на тот момент, да? И потом после Тараза мне крестная мама сказала, что она пока не будет двигаться, она только заняла бизнес-место и будет пока не употреблять продукцию, апробировать на самом себе, на самой себе, да? И этот лидер на сегодняшний день является золотым менеджером компании Марины Хеллс. Ее зовут Жакипаева Женегуль. Да-да, я знаю ее, тоже видела, в Бишкеке мне тоже знакома, очень красивая женщина. Да, и после Тараза я поехал в Алматы, в Алматы поехал, потом начал с другим, своим другом начал, сколько считал, звонить ему, он начал деньги высылать на 200 долларов, я его подписал про документы, совершенно я забыл, то, что я в Казахстане, да, то, что мне не нужно было за границу ехать с другими документами. поехал в Алматы и после того, как поехал в Алматы, мне уже нужно было в апреле ехать в город Кукшетал. Деньги выслали, я реферальный бонус получил, там около 12 тысяч теньги у меня в кармане осталось от дохода подписанного человека. Что я сделал? Нужно было покупать билет в город Кукшетал. Я искал дома загранпаспорт не нашел. Позвонил родной город Тарас маме, мама, паспорт дома. Как всегда мама вошла. Да, как всегда мама. Мама нашла паспорт через день и потом отправила. Я утром встретился с Айрана. Сразу же поехал в этот ЖД вокзал. Там купил билет, не знаю как, но купил. Почему? Потому что паспорт у меня оказывается был просроченный. Да, что? Не знаю, как паспорт вердяковый. Потом перед тем как выехать я думаю как же мне денег нету паспорт чтобы сделать. Просроченным паспортом проводник пустит, не пустит, имеет полное право не пустит. Потом я все-таки вещи собрал и перед выходом я присел уже вроде бы на дворе лето. Другу звоню он говорит у нас уже все лето люди в футболках ходят. И перед тем как выйти я присел и смотрю две куртки висят у меня. Я две куртки эти взял с собой одна легкая против ветра другая против дождя кожаная сумку положил и поехал на вокзал после того как я приехал смотрю мой вагон два проводника один человек мужчина другой человек женщина я знаю там женщина проверяет очень тщательно из-за этого я не подходил я ждал момента когда женщина когда женщина уйдет в сторону дождался этого момента быстренько подбежал паспорт скрутил где фамилия имя отчества и билет проводнику прям тыкал в нос он посмотрел говорит проходи я прошел потом проверка была в Караганде я понарошку заснул и меня участковый будет проверка документов это ночью было под утро или ночью три или четыре я сейчас очень смутно помню я ему успевал синий паспорт голубой паспорт показывать он говорит а казах все понятно он думал что я не казах гастарбайтер легли еще кто-то и получается проехал потом в Астане опять проверка я опять уже это переживаю потом тоже присел паспорт на руках вот так хлопаю они смотрят синий паспорт Казахстан а ладно все хорошо проезжай вот так до Кукшетал доехал Кукшетал ночью я приехал 11.44 либо 45 это я точно помню там без 15 12 было время я приехал снег метель холод на улице минус наверное 15 может быть даже все 20 градусов холодно я в туфлях летних кошмар вы на север уже вы же на север приехали с юга я первый раз приехал в тот город да этого товарища друга жениса я знал еще с Алматы мы вместе работали в одной фирме да но приехал чехол который от костюма на голову обмотал шапки нету кепки нету нас сверху две куртки накинул и пошел спускаться спускается меня мой друг встречает я его на все маты которые знаю его матерью он такой смотрит на меня с борщими глазами уши у него дымят потом он успокойся пойдем в машину сели он говорит у тебя телефон есть я говорю есть там дядя гугл есть я говорю есть ну там нужно было посмотреть погоду что ты же не посмотрел я понял свою ошибку все женис я беру свои слова обратно ладно поехали на следующий день у меня уже была температура 37 и 8 ну приближенных 38 ну по этике сетевого бизнеса я не говорил своему другу что у меня температура но он чувствовал что у меня что-то не то ангина кашлял там чихал и он уже на следующий день собрал людей мне нужно было давать информацию с температурой почти 38 я давал с утра до вечера презентации один за другим один за другим еще я легко одет еще хозяйку прошу там кафе мы в кафе проводили встречу там кипяток лимон и сахар а денег нету еще 12 тысяч нету да денег нету но 5-6 тысяч тенге у меня было в запасе который я думал что буду тратить на чай на чай и так далее и там хорошо хозяйка она была заинтересована в наш бизнес она даже деньги не брала и получается я с температурой кипяток пью потею там сзади гости заходят отопление отключили бетон в ноги холод бьет я кипятком сбив кипятком сбиваю сзади дверь если кто-то заходит мне в спину дует у меня спина мокрая и вот так я в общем с температурой где-то три дня давал информацию и на третий день уже подписались 3-4 человека я уже своего друга уже научил бизнес план давать продукцию о компании на четвертый день я уже дома у него валялся пил чай температуру сбивал пил продукцию нашу да и вроде бы у меня уже полегчало ну не на все сто процентов уже температура уже отошла перепотел несколько раз и потом ну в общем вот так начинал но еще до того как я поехал в Кукшитау у меня были такие трудности которые негде было ночевать я ночевал на вокзалах первая Алмата вторая Алмата я работал там помогал хотя были возможности позвонить домой попросить денег да но я хотел чтобы все вот эти трудности я преодолел сам себе делал испытания смогу ли я выжить в чужом городе где нету родной крови которая будет переживать обо мне да и вот помогал сумки перетаскивать 200 тенге 1000 тенге зарабатывал и ночевал либо ночевали на вокзале ночевал на вокзале да именно в вагончике стучался проводникам проводники некоторые не впускали некоторые впускали я им давал то ли 200 то ли 500 тенге они меня впускали давали там пакет по нужде и баклажку по нужде и все и они меня закрывали на ключ утром рано будили либо в 4.30 либо в 5.30 как они проснутся я утром не выспавшийся там 3-4 часа всего лишь поспал и вот так я на протяжении где-то месяца жил и еще у меня есть друг он работает в ресторане барменом я время от времени к нему ходил в гости он меня кормил периодически первый и второй давал и денежки подкидывал да и тогда когда я он самый первый человек которому я сделал бизнес предложение на тот момент да и он понимал что я еще много денег не заработал не зарабатываю в кармане можно поиграть в слоники да в слоники знаете да уши слоника вот такие вот так у меня там и да у меня иногда порой бывало обед это лепешка 125 теги ужин лепешка 125 теги либо роллтон и все и вот так я на протяжении месяца может быть 2 месяца жил периодически у родственников жил но у родственников я много не мог ночевать там так тесно было еще и я у меня в Таразе есть хороший дом почему не едешь в Тараз как за Астрахан садимся чем ты занимаешься начинает мозг выносить и я из этой причины уходил от родственников и вот так делал испытания ну когда первую квалификацию в бронзу сделал я тут же сразу же снял себе квартиру двое трое суток а как вы как вы ходили в офис если вы жили в вагончике как вы ходили в офис у меня есть двоюродный брат у него есть недвижимость я у него вещи оставлял утром приходил умывался приводил себе в порядок погладился и потом переодетый не выспавшийся голова вот такая чайник да можно сказать и ходил в офис порой бывало там горячей воды нету у брата там отключали ходил в офис там умывался приводил себя в порядок да но вот такие вот трудности были браво прям браво можно целый фильм снять по вашему сюжету это же ваша история мощная класс я просто фильм видел погони за счастьем Уилл Смит да американский он там ведь с ребенком да ночевал в туалетах ночевал в бесплатных приютах я себе говорил но у меня рядом никого я один меня никто не может чем-то заставить ты можешь сам себе только помочь руки ноги есть все органы целы глаза все видят слышишь умеешь говорить выкрутишься как-нибудь ужас да и выкрутился просто выкрутился браво 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 за 5 месяцев статус директора более 17 миллионов тенге это реально круто это достойно уважения а расскажите на что вы тратили эти денежки и что вы купили в первую очередь в первую очередь а вот квартиру сняли да допустим да ну сейчас я могу сказать то что я в поисках квартиры я имею ввиду личного приобретения да из 17 миллионов я в карман получил 13 миллионов 300 тысяч тенге я вот не успел участок купить там хороший был участок по доступной цене ну значит будет лучше еще значит будет лучше да ну ладно и на что я потратил деньги я полностью гардероб поменял смотрите почему у меня я хочу выразить благодарность в первую очередь кто меня пригласил спонсору да во вторую очередь соучредителей соучредителем да это в первую очередь всем соучредителям но самую первую очередь это Дастан Есиньжолович Сарсики да Дастан Мирза это тот человек который мне можно сказать трепанацию черепу сделал да 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 он настолько грамотно когда я вот сколько раз сопротивлялся на обучение я не воспринимал никого из них но когда я опустошил полностью сосуд сосуд я понял что оказывается эти молодые ребята знают очень-очень много которому можно научиться и поправить дефицит дефицит своего кошелька да вот вот первая благодарность это Дастан Мирза это тот человек который меня обучил во вторую очередь я хочу выразить благодарность Айслу Халмжановна это девушка молодая да незамужняя она соучредитель юридически открывает Казахстан Казахстан Турция Россия Азербайджан и другие страны будет открывать я надеюсь она тоже свой вклад внесла в мою личность я имею ввиду личностный рост духовный рост знания профессионализм потом Бауржан Мрза Бауржан Серикович он тоже много знания очень мне дал потом Меркеблан Советович потом Айдар Серегозевич который онлайн академии бизнеса ведет ну у него обучение у всех этих соучредителей получать обучение это это много чего знает ребята первую очередь когда они проводят обучение я вот всегда ну в первую очередь я естественно не слушал их не прислушивал но когда опустошил свой сосуд и у каждого из них взял в свою сторону лучшие моменты качественные бравые низкий можно сказать поклон так это благодарность и благодарность северному региону Казахстана это Кокшетау это Женесу это благодарность алма-атинской структуре параллельной непараллельной всем и моей команде Марзия Уразовна она врач высшей категории рентгенов Марзия Уразовна браво она очень сильный врач и вот она буквально один звонок ешь не один звонок поменял на 180 градусов мою жизнь можно сказать она пригласила на встречу свою невесту Скокшетау и невеста тоже так же как я не могла прийти на встречу по определенным семейным обстоятельствам но в понедельник либо воскресенье а воскресенье она пришла на встречу послушала информацию Гульзира Ханам да? Гульзира да Даньярова Гульзира а потом уже Биби Гуль Ханам по-моему пришла потом Биби Гуль Сапарбековна да Шегебаева она сейчас платина Гульзира Ханам без пяти минут золота ей там буквально чуть-чуть остался объем потом я помню каждого лидера который я презентацию давал это каждого можно по пальцам пересчитать классно у вас очень крутая очень сильная команда но самая главная благодарность это двум вашим мамам вашей родной маме и вашей крестной маме которая оказалась для вас просто феей из сказки да 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 самое главное давайте дальше я вас перебью у нас немножко время уже поджимает так быстро время летит дальше продолжу да вот ваша позиция MLM для мужчин или MLM для женщин очень много женщин работает мужчины многим вот я разговаривала стрёмно стыдно он лучше пойдет там вагоны грузить или что-то такое что вы можете сказать именно вот послание вашим мужчинам наоборот мне кажется вообще да это лично мое мнение да это бизнес рассчитан для мужчин мужчинам не надо убираться мужчинам не надо готовить мужчинам не надо там что еще стирать да там я не знаю магазин ходить за продуктами там гостей встречать ну встречают там по-мужски да но я им это имею ввиду не готовить да в этом плане то есть у мужчин руки развязаны а у женщины все надо делать еще и сетевой бизнес еще и некоторые женщины умудраются топ-лидеры входить это и допустим вы да вы очень хорошо выросли да после того как мы встретились в Бишкеке я помню когда мы с вами фотографировались эта фотография по-моему в городе Атрау висит в офисе это в Алмате это мы в Алмате фоткали с вами да в Алмате да вот бизнес я считаю что это для мужчин если вы возьмете сайт бизнес по холл информ сайт где топ млм компании да там в первых местах самых первых местах мужчины да я полностью согласна ну как вот переубедить наших мужчин это не знаю переубедить ну в где-то вот в развитых странах психологи изучали индустрию индустрию млм и они уже доказали да что каждому человеку если даже самому негативщику рассказывать один и тот же бизнес план с разных позиций разному подачу делать да на 17 раз самый негативщик он подпишет контракт 17 раз 17 раз да круто 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 я вот заметил такую тенденцию да ну если что сразу тут же второй эфир а потом запись не будет да я заметил такую тенденцию да приглашаешь своих знакомых мужчин да ну я имею мужского пола и они вроде бы нет 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 отказывают 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 и потом через некоторое время через полгода там или чуть больше или через три месяца они звонят и приглашают тебя в индустрию млм в какую-то другую компанию почему потому что значит они поспели к этому времени подключиться в эту сферу эта сфера каждого коснется просто если человек не подписывается это сами себе ищите причину по какой причине он не подписался может быть он не допонял а я вам так скажу не ну если человек говорит что ему надо вагоны разгружать ну кто-то же должен этим заниматься женщины в принципе да в принципе да я еще потом слышала что у мужчин туннельное зрение вы видите конкретно цель и не видите препятствия а мы женщины мы же что-нибудь пока себе придумаем у нас же еще сериалы в мозгу очень много вот давайте перейдем дальше уже ну если что мы в принципе можем продолжить эфир в принципе да а какие сохранится два эфира сохранится да смотрите вы у нас молодые девушки незамужние девушки я хочу сказать что это молодой перспективный холостой мужчина да я знаю что вы сейчас где вы я знаю что вы завидный жених и мне вот хотелось бы узнать какой вы видите свою будущую супругу хотели бы чтобы она работала в млм бизнесе если будет мудрая девушка то да если будет умная то нет как это что это разъясните я бы хотел чтобы было конечно же лучше мудрое лучше мудрое вот здесь подробнее пожалуйста потому что вас сейчас смотрят очень много молодых девчат и кстати пишите в личку ужас морзора он промоушен такой необычный что такое мудрая женщина мудрая женщина это та женщина которая полюбит человека таким какой он есть не будет смотреть на его финансовую возможность не будет смотреть на достаток или недостаток полюбит такого какого он есть вообще семейное счастье я вот сейчас когда постарше не юный 18-25 лет а уже возраст поджигает можно так сказать уже якобы пора мне на каждом шагу чуть не ли каждый день у меня уши уже как пельмени становятся от этого разговора и я понимаю что семейное счастье это отчасти или наверное так заложено природой зависит от женщины если женщина будет правильно направлять мужчину давать а вы бы хотели чтобы она была в MLM бизнесе если вы же понимаете что MLM индустрия очень много девушек жена если будет неревнивая то можно если будет неревнивая то это как-то чуть-чуть сложновато но в большом случае у меня белая собака говорит да конечно все понятно так девочки неревнивые девочки только пишем ужасно взяла давайте продолжим я знаю что вы планируете бизнес по вашему плану когда мы прокатимся на вашей новой машине бонус от компании в 2020 году осенью осенью да напомню нашим партнерам и гостям золотой директор получает автомобиль сейчас наш ужас на статусе директора так а еще один такой интересный вопрос для меня как вы мотивируете свою команду как вы работаете с командой как вы допустим сейчас благополучно прошли время пандемии как у вас получилось не растерять команду мотивировать ее что движет вашей команде вообще лидерство это такое качество которое человек должен притягивать людей организовывать команду и я всегда с каждым человеком на телефоне мотивирую говорю если если ты сдашься чем ты будешь заниматься пойдешь на стабильную работу будешь стабильную зарплату получать будешь жить как нормальные все люди хлеб там может быть в лучшем случае с маслом с мясом но мы в Казахстане хорошо живем нежели в других странах да с голоду не помрем Аллашикар да Аллашикар дюйгрек мотивирую на ихнюю мечту какая у них мечта сдался на полпути а вдруг за поворотом уже ждет тебя твой золотой кораблик ты не успел завернуть и тут уже сворачиваешь назад то есть такими методами общением нужно быть желательно конечно же всегда сохранять хорошие отношения да ну нужные люди останутся пустое место святым не бывает люди по-любому наберутся но лучше же конечно же те люди которые есть чтобы они остались и дальше продолжали работать даже черепаха дойдет с нашим бизнес-планом только может за 10 лет а кто-то будет не черепахой кто-то будет пингвином а кто-то будет страусом кто-то будет орлом кто-то будет тигром львом волком быстро-быстро от скорости каждого человека много чего зависит если он будет делать в день 3-4 встречи то где-то через месяц 3-6 он обязательно станет либо платиной либо золотой золотой менеджер да классно сказано а какие у вас планы вообще на компанию Мэрингхилл в дальнейшем какая у вас цель поделитесь ближайшие планы это ближайшие города это можно сказать Астана Кукшетау Екатеринбург Россия есть в планах поехать и в Турцию я тоже хочу в Турцию поехали вместе поехали поехать в другую страну бывшего постсоветского пространства то есть у меня уже планы открывать не только города а уже страны ну вот такие вот перспективы в компании есть очень много денег даже сидя в одном городе Алматы можно заработать полмиллиона долларов но это планы а цель какая у вас конкретно в этой компании достичь вице-президента понятно вот это я хотела услышать а еще как вы допустим у нас сейчас в компании очень много обучения проходит марафоны допустим сейчас мы сидели гомерзивный марафон димпендель а как вы обучаетесь как вы развиваетесь я читаю книги какие первая книга это Дейл Карнеги как завоевывать друзей искусство влияния на людей потом ораторское мастерство Дейла Карнеги вообще Дейл Карнеги это очень сильная книга потом я рекомендую книгу Хуана Шонбай не будь вторым не будь вторым да потом Айтума Купиабар еще на казахском потом Джим Рон 7 стратегий достижения счастья и богатства Джим Рон а я напишу потом Джим Рон Джим Рон витамины для ума Рэнди Гейдж Рэнди Гейдж да лучшие семинары о мечтах или почему вы больные глупые и бедные там анатоника я книга да 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 там 200 страниц по-моему ну вот то есть книги потом Арман Айдосович книгу тоже рекомендую она прям читает я читала бизнес от идеи к бизнесу потом Том Шрайтер большой потом Стивен Кови 7 навыков высокоэффективных людей которые тренинги проходят да одноглазый король ну круто вы очень начитанный вот здесь вопрос у нас я вас перебью да снова вот у меня маленький городок Кастанайский Кастанайской области у нас этот злополучный коронавирус люди аулдан джиналган как бы вы начали их мотивировать прям материл бы и все на каком языке на украинском чтобы не понимали нет если честно можно с разной стороны точки зрения подойти мотивировать через продукт через деньги через систему мотивировать на то что нужно поднимать иммунитет ну каждому нужно подход свой свой и индивидуальный да я сейчас прям так сразу не могу сказать я всегда подхожу тонко деликатно каждому своему личнику каждому своему партнеру который узнаю его психологию кто он по сильный тип слабый тип добрый тип мирный тип если сильный тип ему другой подход слабый тип ему другой подход там добрый мирный тип ему другой подход Каждому индивидуально Но если маленький городок То я вам так скажу Ваша задача Как мне вот еврей Один говорил В индустрии МЛМ нужно быть как петухом Петухом? Да Сейчас поймете Не тот петух, который Каждую курочку ходит и топтает А петух каждый час что делает? Кукарекает Кукарекает, да? Ваша задача тоже каждый час Кому-то давать презентацию Кукарекать Но если люди не подключаются Это значит Они что-то недопоняли Либо вы неправильно рассказали Всегда ищите причину Не в человеке А в причину Почему? По какой причине он не подключился? Что вы не раскрыли? Так, Улжас, Марза Вы заканчивая одну книгу Начинаете другую? Или можете читать сразу несколько книг? Нет, я одну книгу Я одну книгу читаю Тренинги, семинары какие-то Посещаете? Можно посещать А можно бесплатно их в интернете найти Ну да В принципе, в условиях нашего коронавируса Желательно посещать Я вам порекомендую посещать В ближайшее время будет организовываться мероприятие Это бизнес-тренер, практик Который в странах Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан Кавказ, Россия Может быть даже другие страны объехал И делал индустрию MLM Заработал свой первый MLM Это бизнес-тренер Максат Амуарбеков Распекович Если я не ошибаюсь Я у этого Я у этого бизнес-тренера Посещал тренинг Очень практик Да, он же приезжал в Алматы Приезжал в офис, по-моему Да, в Алматы приезжал Я участвовал в его тренингах Очень такой весомый бизнес-тренер Практик Я вам рекомендую у бизнес-тренера Посещать, который именно Работал в индустрии MLM Изнутри все знает Весь механизм изнутри Прошел огонь и воду Вот у таких бизнес-тренеров Сейчас пруд прудей Можно на них Дом построить и в придачу Забор, да, таких бизнес-тренеров У каждого, конечно же, можно свои плюсы взять Для своей жизни Но у человека, который практик Намного лучше, намного интереснее Посещать бизнес-тренинг Ну, я в свою очередь Тоже хочу пригласить вас И ваших партнеров В наш марафон Который проходит Проводит Волшебный пендель Действительно Только для стойких Для лидеров У нас уже, по-моему, время поджимает В принципе Вопросы Мои основные Закончились Я думаю, что это наша с вами Не последняя встреча Да Мне очень понравился с вами эфир Так легко Весело Время быстро пролетело Интересно Время вообще пролетело Как вам, дорогие партнеры Дорогие гости Как вам прошел наш эфир Если вам понравилось Поставьте Сердечки Плюсики Что-нибудь Дайте нам знать А я очень благодарна вам Ужас Асанович Ужас Мирза За то, что вы мне не отказали Поддержали Я помню, как Я еще была менеджером В принципе, да Мы познакомились с вами В Бишкеке Потом уже В Алма-Ате встретились Тогда я уже была серебром Надеюсь, мы с вами уже встретимся Когда я буду платиной В Алла-Амирсе Да И вам желаю поскорее Чтобы вы Пока я стану платиной Приезду в Алма-Ату Чтобы вы получили свою машину И прокатили меня На своей новой машине Бонусом от золотого директора По поводу того Что там Вторая половина Могу сказать Если я встречу Лучшезарную Веселую Добрую Отзывчивую Мудрую Я не сказал бы Что я прямо Женюсь там Прям на Топ-топ модели Да Своеобразная Внутренняя красота Если будет Я думаю Что Если Сразу Друг другу Понравимся Там И сразу Можно Конечно же Жениться Так Девочки Вы слышите Да Дорогие партнеры Дорогие гости Это Это Завидные Перспективные Молодые Харизматичные Сильные Мужчины Улжастые Гендыков Прошу Любить И Жаловать Да Рахмет Я хотел бы Заключение Сказать Всем Желаю Здоровья Благополучия Счастья Понимания Много Много Любви И Постройте Свою карту Мечту Которую Вы желаете Будьте Режиссером Своего Своей Жизни Успехов Всех Желаю Люблю Спасибо Салбон До свидания До свидания